Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые радиослушатели интернет-портала радиоцентра Сан-Гейтс, у микрофона Михаил Мелехов, Чикаго. Ну и у нас, как всегда, по вторникам программа Терра Инкогнито, неведомая, непонятная, неизвестная, имеется в виду, альтернативная, непонятно для кого, для них или для нас, но целительство. Да, и у нас на связи наш специальный корреспондент и одновременно главный редактор интернет-портала радиоцентра Сан-Гейтс Ярослав Беклемишев из Нью-Йорка. Ярослав, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, начнем, как всегда. Во вторник у нас такая программа, самая здоровая программа из всех программ, потому что если мы уходим в какие-то определенные проблемы неведомого по пятницам и белорусские проблемы по воскресеньям, то вот сегодня именно из тех программ, в которых я принимаю участие, мы говорим о целительстве, мы говорим о том, каким образом человек может прийти к своему здоровью в так называемой нетрадиционной медицине, которую я на самом деле тоже считаю традиционной, и даже вот так вот отвлекаясь от заглавной темы, которую я хочу сегодня взять, я, например, с удивлением обнаружил, с удивлением для себя обнаружил, а вот Миша сейчас подтвердит, потому что он у нас специалист как бы в области всего, что связано с Индией, но тем не менее вот так вот читал кое-что по Айурведе и с ужасом убедился, что в ведийских источниках уже знали о теории существования микробов, о теории существования вирусов, там в частности микробы назывались в пуранических текстах еще причиной проказы, ну и так далее и тому подобное, то есть, например, одной из главных причин болезни называли живых агентов, это так называемые Етюгудания, Кримии и Дурнама, и их надо было найти и уничтожить с помощью лекарств, чтобы победить болезнь. Это я вот буквально сейчас, я себе выписку из текста сделал, вот как в ведический период могли уже знать люди, а нам говорят, что только Левенгук под микроскопом в 17-м столетии открыл, что существуют микробы, и только Луи Пастер в 19-м столетии разработал теорию того, как с микробами бороться. Но в ведических текстах это, оказывается, уже все есть, и в Аюрведе это существует. Так дело в том, что это берет начало значительно раньше, чем люди думают, что такое ведические тексты. Значит, если мы говорим о временных промежутках, которые длится миллионами лет, то вы же понимаете, если сегодня мы находимся в Кали-юга, а до этого было Трета-Юта-Юга, а до этого было Два-Пара-Илисати-Юга, то вы же понимаете, во времена расцвета вот этой Сати-Юги были такие вещи, которые сегодня нам только можно мечтать. Поэтому в ведических текстах, естественно, об этом говорится и упоминается, и это было давным-давно известно. Да, я просто поражаюсь, потому что именно, так сказать, ведийские источники, там есть полное описание действий антибиотиков, например, которые, оказывается, открыли в 20-м веке. То есть так вот сидишь, и глаза на лоб лезут, когда смотришь вот эти вот тексты, вот я просто выписки себе делаю от Харваведа, например, подробное описание человеческого скелета, подробнейшее. И кто сказал, что немцы рентген изобрели, как в том анекдоте, да? Не немцы рентген изобрели, значит, отлично знали все кости человеческого тела, и причем не при труппораздирании, как говорится, а вот так вот по подробнейшему описанию. Ну и так далее. В общем, поразительные вещи, на которые мы натыкаемся. Но, тем не менее, тем не менее, это так лирическое вступление в программу. Поговорим мы о делах более практических сегодня. Поговорим мы немного об эпохе интернета и о том, как человек все-таки пытается и стремится сделать себя здоровым, почему-то всегда избегая медиума. Наверное, психологический образ человека, он всегда таков, что, например, ну, как бы есть люди, которые бегут к врачу сразу, если что-то заболело. Есть люди, таких очень много, которые до последнего откладывают визит к врачу в традиционной медицине, в обычной, в стандартной. Ну, потому что очень не хочется идти в больницу. Это запах больницы, состояние того, что ты больной. И поэтому до последней секунды человек откладывает визит к врачу. Это само собой разумеется. Когда мы говорим об эффекте целительства и различных способах нетрадиционной медицины, то всегда, как бы, психологически это легче для человека, чем идти к врачу традиционному. Потому что, ну, во-первых, здесь чем-то, какой-то интерес к непознанному, к каким-то другим механизмам, которые мы не знаем. Это обретает некий ореол, ну, что ли, я не могу сказать, романтизма, но, тем не менее, веры в какие-то знания, которые в большей степени, понятно, что мы ими не обладаем, но, тем не менее, обладает тот нетрадиционный доктор, тот ценитель, тот лечитель травами. Там, в конце концов, заходишь в китайский какой-то магазинчик, а я жил одно время в квартале, населенном сплошь аутентичными китайцами, где там, предположим, ну, от чего-то там рекомендовалось такое экзотическое средство, как сушеная летучая мышь. И говорят, это очень помогает, если сушеную летучую мышь заваривать. И вот в это мы верим больше, чем у нас есть какое-то желание пойти просто в соседний госпиталь и предложить свое тело традиционным врачам. То есть так лечатся охотнее. И самой большой охоткой человек принимает то, что он может, не ходя ни к кому, а просто прочитав определенное количество текстов, вылечить себя сам. И вот тут я немножко продолжу эту мысль, потому что еще в доинтернетную эпоху, обратите внимание, Михаил, сколько было всевозможных теорий и учебников, которые рассказывали человеку, как правильно надо жить, и если он будет так жить, то ни к каким врачам вообще ходить не надо. То есть начиная с теории того же Порфирия Иванова, так называемая теория, где нужно босиком ходить по земле обязательно, ну и прочее, и прочее. И вплоть до знаменитого Пола Брэга, который описывал различные теории голоданий, по-моему, так и называлась книга «Лечебная сила голодания», о том, как нужно сидеть на непророщенном зерне, и много-много всяких семечек есть. Да, но вы знаете, тем не менее, когда Пол Брэг погиб, кстати, не умер, а погиб, в возрасте довольно-таки уже почетном, а погиб он, почему он погиб-то? Катался на лыжах в возрасте 90-м чем-то лет, и он попал, соответственно, образом в эксцидент, на лыжах катался. Короче говоря, когда его вскрыли, и когда, во-первых, обнаружили, что у него в возрасте 90-м, не помню, 4-х или 6-ти лет, по-моему, такая дата его смерти была, то тело его было, ну, как примерно крепкого, максимум 5-летнего мужчины. А когда посмотрели внутри, в общем, короче говоря, как его там состояние его органов, то это было вообще чуть ли не 20-летнего юноши, внутренние органы были в таком состоянии. И то, что он не просто, он правильно питался, да, лечебное голодание, было очень много книг у нас в Советском Союзе, они переводные были книги, но он 45 лет пил, кстати, дистиллированную воду, 45 лет. Это то, что сегодня говорят, можно умереть. Почему-то он не умер. Более того, еще раз у нас, я привожу пример доктора Увайдова, который там у нас консультант, и он сам пьет уже 25 лет и прекрасно себя, кстати, чувствует и всем рекомендует. Конечно, не ту воду, которую дистиллированную покупается там в магазинах, которая, конечно, для определенных целей, а воду дистиллированную, которую делают люди сами. И, кстати, давным-давно уже забыто о том, что это процесс испарения, и эта дождевая вода, которая выпадает в виде испарения, это круговорот воды в природе. И на самом деле были целые страны, и сегодня, кстати, есть, которые собирали, дождесборники были, они собирали эту воду, они пили ее. То есть очень многих вещей, которые действительно имеют место быть, но сегодня они почему-то забыты, не почему-то, а есть причина, почему они забыты. Причем дистиллированную воду можно делать элементарно на своей кухне. Держали же многие самогонные аппараты, да? Так наливай туда просто воду и перегоняй, и пей эту дистиллированную воду. Это и есть, да, это и есть самогонный аппарат, это и есть дистиллятор. Я, кстати, имею такой дистиллятор, который мне тот же, ну, точнее, мне идею дал тот самый Борис Увайдов, а я просто сделал мое собственное ресерч, исследование, и я нашел, в общем-то, компанию, которая выпускает это. Я купил его себе, я купил моим родителям, и мы, так скажем, с успехом пьем эту дистиллированную воду. И, в общем-то, тоже довольно-таки неплохо живем, во всяком случае, не испытываем проблем. Хотя считается вот о том, что это все очень вредно. Ну да. Так вот, на самом деле, кстати, о дистиллированной воде тут уже просто компания. Целая о том, что это смертельный трюк, что дистиллированная вода чуть ли не яд, хотя пили-пили, ничего. И пьют до сих пор. Но, тем не менее, я как бы продолжу вот эту вот тему. Она так слегка, она краем проходит по настоящей медицине и по настоящему целительству. Тем не менее, это очень важно для общего понимания, потому что вот когда отгремели все вот эти вот теории, все учебники, я наблюдаю сейчас даже за прессой, за печатными изданиями. Тут, в Нью-Йорке, на прилавках какое-то совершенно безумие. Народный доктор, домашний лекарь журналы, журналы «Здоровый образ жизни». Но и много-много-много журналов про то, как человек должен лечиться сам. Я понимаю стремление нашей публики, как бы не заплатив денег никому, излечить себя за счет вот таких вот рецептов, которые печатаются в достаточно сомнительных журналах. Причем так, некоторые журналы собирают просто мнение людей. Вот там где-то в каком-то там городе кто-то излечился так и дает нам свой рецепт. Потом кто-то вот такой вот рецепт применил, ну и так далее, и тому подобное. Потому что с появлением интернета, вот это вот традиционное желание человека, не платя ни копейки, не обращаясь к специалисту, которому все-таки нужно заплатить для того, чтобы он с вами поработал, и вылечиться самим, приводит к каким-то совершенно непредсказуемым последствиям, к каким-то совершенно невероятным вещам. Одних теорий голодания и похудения такое количество, что если вы сегодня наберете, то вам будут выкинуты миллионы страниц с различными способами, причем способами, как правило, частными, с общими теориями похудения, там или голодания, или вот как раньше была такая теория, что очень хорошо посидеть на одной воде некоторое количество дней, сегодня эта теория ушла назад. Почему? А вот почему-то говорят, что организм попадает в экстремальную ситуацию, вот если вы там, предположим, 10 дней сидите просто на воде и пьете только воду, а потом организм как бы испытывает шок, а после этого шока, когда вы начинаете хоть что-то есть, он начинает немедленно это все откладывать, ну и так далее. То есть мы его вводим в неестественное состояние. Это вот такая новая теория уже пошла в ответ на теорию того, что можно там 10 дней пить воду. Я экспериментировал как бы, я действительно один раз 10 дней посидел на воде, но я не сказал, чтобы мой организм испытал какой-то гигантский шок. Но тем не менее сегодня вот пошла обратная волна. Если еще 10-15 лет назад было очень популярно вот это вот водное голодание, то обратная волна сегодня, которая покатилась вспять, она как прилив-отлив идет. Это крики, что не дай бог ни в коем случае не надо так шокировать организм, потому что он не понимает, что с ним делают, ну и вот так далее и тому подобное. Вот это вот происходит. Ну, вы знаете, есть очень хороший способ, в общем-то, узнать, но только для этого надо согласиться с тем, что мы знаем, что мы ничего не знаем, и убрать вот этот вот интернет, где пишут новомодные или старомодные какие-то теории или какие-то системы придумывают. Все ведь давно описано. Если мы возьмем ту самую аюрведу, а аюрведа – это, кстати, инструкция к долгой и счастливой жизни, то тогда мы можем там узнать, как надо правильно питаться, можно ли сидеть на воде 10 дней, и хорошо ли это, полезно это и так далее. Но мы же как бы знаем лучше, чем вот там знали когда-то. Поэтому и возникает, опять же, это же очень просто. Вы знаете, вот, допустим, стак-маркет, вот я только недавно закончил семинар по стак-маркету, мне рассказывал один инсайдер, человек, которого 17 тысяч было конкурентов попасть в Goldman Sachs. Вот он попал в Goldman Sachs, попал менеджером, вот, и он рассказывал. Вы понимаете, есть такие вещи, о которых нам не говорят. Вот есть вещи, допустим, вот нам говорят, покупайте, покупайте, вот эти акции, вот этой компании покупайте. Нифига подобно, когда нам говорят покупайте, их надо продавать, потому что там все повязано, понимаете. То есть, вот то, что нам твердят, это все статьи заказанные, люди читают и верят всему. Мы с вами как-то начали, попытались вот до эфира говорить о том, что как в этом плане, в плане альтернативного целительства нам помогает, в кавычках, или не помогает интернет, вот, нетворк. Да, да. Помогает? Ну, я не знаю, если мы с Тодором, предположим, разговариваем, то это должно помогать, естественно. Потому что он специалист в своей области, я ему верю, и он неоднократно показывал свои способности и возможности, это одно. Другое дело, что наш нетворк, ну, в принципе, нет, но, наверное, должно помогать, потому что мы подходим к этому с профессиональной точки зрения, вот, не с любительской. Я не расписываю в интернете про то, как моя знакомая баба Маня заварила какую-то травку и излечилась от рака, извините. Поэтому, наверное, это немножко другой подход, нежели традиционный подход в интернете сегодня, вот, по поводу излечения и самоизлечения. Ну, я согласен, на самом деле, с этим, то есть, как средство общения, да, социальные нетворки, они нужны как средство общения, вопрос для чего, ну, это уже следующий вопрос. Ну, хорошо, так, все-таки, вы рассказывали, вот, мы прервались на каком-то месте, давайте мы с того места и начнем. Да, мы с того места и начнем снова, потому что я говорил, вот, о этих системах голодания, о системах того, как люди сидят на воде, и я это к тому говорю, что в этом плане очень большое и серьезное столкновение произошло, во-первых, с традиционной медициной, что вполне понятно, во-вторых, и те ребята-нетрадиционщики, которых я знал, и которые занимаются траволечением, которые занимаются натуропатией, там огромное количество направлений, на самом деле, в натуропатии, мы когда говорим доктор-натуропат, надо всегда, кстати говоря, дамы и господа, спрашивать, какой натуропат, в какой области натуропат, потому что там огромное количество направлений, и нужно четко понимать, чем он занимается. Они тоже как-то очень к этому нехорошо относятся и говорят, что лучше бы этого потока было поменьше, потому что когда человек начинает экспериментировать во-первых над собой, даже если он пришел к доктору, но попутно к рекомендациям доктора пусть даже натуропата, он применил что-то еще просто вычитанное в интернете то начинает нивелироваться предыдущее лечение ему назначенное и человек сам себя загоняет в тупиковую ветвь или у него начинает все так циклично по кругу идти и процесс не движется вперед хотя все процессы наверное в этом мире идут по кругу, но тем не менее просто загоняет себя в такой замкнутый круг вот такая вот ситуация поэтому я не могу сказать что сегодня все довольны вот таким вот тотальным информационным обменом, но это одна сторона медали, другая сторона медали, что как бы информационный обмен как мне кажется он тоже может быть не то чтобы методом лечения но методом обмена энергии и вот как вы считаете Михаил сам по себе интернет он мы можем отличить в нем ту энергию которая исходит положительная эта энергия отрицательная энергия энергия текста энергия картинки то есть во всем этом потоке информации который сваливается на нас тоже что-то на нас может влиять хорошо и что-то на нас влиять плохо а вот как это различить это я уже немножко так в энергетические сферы ухожу я сейчас объясню почему я в них ухожу но тем не менее вы хотите чтобы я попытался ответить? да как я думаю еще раз ну во-первых если мы я как-то беседовал с одним очень известным врачом я о нем рассказывал это Игорь Ветров который буквально год тому назад к сожалению оставил тело он ушел но это был очень интересный человек он посещал Восток и жил в Индии в Китае в Тибете и он многие вещи знал ну просто знал и он рассказывал о том что существует на самом деле ну типа предсказаний о том что вот наша цивилизация в конце концов себя вот этой технократии она убьет вы же подумайте мы находимся в поле вот я сейчас допустим сижу в студии вот у меня там находятся три компьютера четыре компьютера все это вай-фай правильно то есть это получается волны какие-то какой-то компьютер подсоединен допустим проводом но все становятся вай-фай то есть это означает что я нахожусь в окружении этих волн микроволновые волны телефоны наши еще шведские полицейские откуда это все пошло шведские полицейские первые начали писать о вреде вот этих мобильных телефонов которые ну там чуть ли не рак мозга от них можно получить потом это все естественно замяли но ничего же не изменилось на самом деле конечно это не мгновенно происходит но есть какие-то вещи которые действительно уже давно опробированы то есть вот это вот то что мы имеем сегодня как бы без этого общаться конечно нельзя но есть люди которые и сегодня этим и близко не пользуются для чего вся информация которая нам якобы нужна это интеллектуальная информация когда мы проводили как бы ну совсем другую программу с Валерией Коренной мы проводили программу которую мы кстати встретимся на этой неделе в пятницу вроде бы как должны то она говорила мы обсуждали тему о том что все то что у нас и вы тоже это подчеркивали все что у нас в голове это интеллектуальная информация а это гарбич на 90 там не знаю 9 процентов то есть вся информация находится внутри нас то есть для этого не надо никакого интернета для этого не надо никакого радио никаких книг не надо надо сесть в состоянии там определенного ну покоя состояния состояние состояния да и медитировать ну желательно в тех местах где есть такая возможность в местах силы допустим и тогда мы можем очень и очень много чего узнать о нас о самих и еще о ком-то другом вот кстати Тодор это делает ему не надо для этого интернет просто-напросто Михаил а вот вы вы сейчас совершенно точно вышли на тот пункт которого я хотел посвятить буквально несколько следующих минут нашего эфира причем настолько точный выход что я даже удивляюсь что вы ну наверное да я общаюсь с Тодором да да потому что тематический выход абсолютно точный уже следующее слово которое я должен был произнести это слово биоэнергетика вот и это слово связано даже не столько с наличием как бы биоэнергетики как группы практик альтернативной медицины а почему я об этом говорю потому что именно биоэнергетические практики на сегодняшний день подвергаются наибольшим нападкам наибольшим преследованиям со стороны традиционной медицины и если там на травников на акупунктурщиков и на многих других смотрят как бы ну да это работает пусть работает можно и так то вот там где начинает входить в область где мы начинаем входить в область биоэнергетической медицины это просто страшное что-то что творится со стороны традиционщиков потому что это они почему-то ненавидят всеми фибрами своей души даже я специально посмотрел как это просто вот так банально в википедии определяется там группа теории и практик траляля использующих псевдонаучные концепции существования биоэнергии или биополя то есть оказывается биоэнергия или биополя это изначально псевдонаучные концепции вот и читай как знаешь мы понимаем о чем мы говорим но человек который просто так за справочкой полезет сегодня в википедию он будет переводится строчка так они там все шарлатаны короче говоря вот так можно перевести эту строчку с языка википедии на язык обычный хотя тем не менее тем не менее вот согласно тем же определениям есть все-таки в различных традициях существует этот элемент биологической энергии в йоге это прана в даосизме это ци энергия ци в оккультизме это называлось эфиром почему-то вот в тибетской медицине тоже используются вот эти два понятия и прана и ци вот и многое другое то есть древние культуры традиционные древние традиции прекрасно знали о наличии вот такой вот ключевого понятия такого как биоэнергия и я не очень понимаю почему сегодня вот такая вот ненависть вызывает такую ненависть вызывает именно вот эта вот практика хотя древние знания нам на нее напрямую указывают да это мы уже об этом говорили о том что вот почему-то на востоке энергия измеряется не в джоулях она измеряется совсем по-другому биоэнергия что такое биоэнергия еще раз вот тут в соседней комнате недавно у нас сидел человек кореец который кстати тоже понимает как вы сами понимаете выходить из восточной страны он понимает что такое биоэнергия и он как раз таки почему-то биоэнергия как раз таки лечит огромное количество вот у нас по понедельникам выступает Инесса она на расстоянии биоэнергией лечит она делает такие вещи это просто невероятное вот я с ней в прямом контакте она просто берет видит человека я еще не помню короче говоря чтобы она ошибилась в ком-то или в чем-то то есть она просто настолько вот видит человека и она считывает его биоэнергию просто с его чакр и самое интересное расстояние здесь совершенно не помеха и то же самое происходит с нашей установкой которую мы привезли из Бразилии абсолютно одинаково абсолютно одинаково то есть установка так немножко поподробнее сама установка она как бы материальна но тем не менее установка материальна но вы понимаете какая вещь значит в этой установке применяется три компонента цвет свет и вибрации ну причем ну вы же помните о том что цветом когда-то лечили да 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 это все цвета радуги это белый цвет который раскладывается на 7 наши чакры находятся разные цветы вибрации это все все находятся вибрации чистота шума на этом мы знаем это вибрации мы должны соответствовать этим поэтому когда человек ложится под эти кристаллы под эту установку все меняется он просто напросто сразу начинает его чакры так сказать раскрываться и начинает происходить энергия вот идет по всем перебалансирование этой энергии и идет просто невероятные скажем процессы которые происходят и которые помогают излечению вот прямое лечение как это это же нельзя не пощупать ну измерить теперь уже можно только кто в это верит опять же ну значит насчет вибрации как бы специалист особенно в области радио коим я являюсь прекрасно знает что в принципе все в мире имеет свою частоту свои колебания свою вибрацию частота это и есть вибрация только эту частоту надо измерить какую-то частоту мы можем измерить и тогда понимать что есть нормальная частота для этого предмета то есть вот лежит камень на дороге он тоже производит колебания с некоторой частотой вот и если воспроизвести какую-то резонансную частоту камень просто развалится в песок это действительно так это действительно так работает но мы не можем с точностью измерить его частотные характеристики и точно так же вот это вот явление резонанса там когда рота солдат идет по мосту У моста определенные колебания, у них тоже определенные резонанс, мост разваливается. Поэтому все в мире, все в мире имеет свою частоту. Самый наглядный пример медицинский, это первое, что делает врач, пытаясь определить, болен человек или нет, что он делает? Он щупает его пульс, правильно? Ну, конечно. Это самый примитивный замер частоты, который мы можем произвести на сегодняшний день. Это замер нашего пульса. То есть он идет на нужной частоте, частоте здорового тела, или он идет на частоте нездорового тела. То есть он более пониженный или более... Но это частота, которую мы можем воспринимать простым пальцем и считать. Раз, два, три, четыре, пять. Все остальное мы не можем высчитать. Это все частоты, которые вокруг нас. Частота любого тела, любого нашего органа отдельно взятого, любого предмета, который нас окружает. Но все это, в принципе, измеряемо. Вот это, наверное, и есть вибрации. Это еще одна безумно интересная тема, на самом деле. И что такое, почему? В традиционной медицине ведь это тоже используется, Господи, как лечение ультразвуком. Сколько раз было прогревание ультразвуком носовых пазух. Это же использовалось еще с незапамятных времен советской медицины. Шли и прогревали нос ультразвуком. Это тоже работа с частотами. Так почему я не понимаю то, что в поликлинике это нормально, а если кто-то еще работает с частотами на новых установках, это уже нетрадиционная медицина, и это ненормально. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова